Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Рокотели и Путешествиях. Меня зовут Юлия. И сегодня 2 ноября, поэтому пришло время подвести итоги вязального октября. У меня в октябре три готовых изделия плечевых и два вот таких маленьких изделия. Это детская манишка для совсем маленького ребенка. Я таких связала две. Вот одна у меня, а вторую я уже отдала. Это полухлопок, вязание сверху вниз, здесь нулевой регланчик и вот такие вот два маленьких изделия я связала. Я даже их не снимала, так показывала в недельных обзорах, но никакого описания ничего я не снимала, не подснимала, скажем так. Так что две манишки и три плечевых изделия. Ну теперь про плечевые изделия. Первое на мне, положу пока кардиган, это джемпер, который я назвала фиалка, потому что здесь такой цвет, да, фиалка, фиолетовый. По фигуре, такой укороченный вариант, маленькая свобода облегания, здесь жгутики. Вот такой классный джемпер. Небольшой процент кашемира есть в пряже. Пряжа бобинная, кашемир, меринос и эластан, что-то такое, какая-то еще и синтетика. Так, описание изделия есть на канале и в инфобоксе я оставлю ссылочку. Ну и в подсказочках тоже она будет. Это первое изделие. Второе изделие, которое я связала в этом месяце, это кардиган. Вот такой из махера, интарсия, в осенних цветах. Называется он осенний кардиган. Оверсайз, даже можно сказать, с карманами. Такой большой, заниженная линия регланная, нулевой регланчик. Кстати, здесь тоже нулевой регланчик, я об этом не сказала. В фиолетовом, в этом фиалковом. Сейчас застегну его, немножко не по цвету, конечно, не подходит к сиреневому, хотя фиолетовым. Фиолетовый и зеленый вместе смотрятся классно. Вот такой кардиган. Объемный, теплый. Собрала остатки пряжи, разные махеры. Метраж где-то 300-350 метров на 100 грамм. И получился кардиган. Связала его очень быстро. Обработка планка уже потом была сделана. Ну, V-образный вюрис, такой глубокий. Классный. Можно вниз надевать и рубашку, блузку, можно гольф, можно что-то такое, вот как у меня сейчас, там с такой горловиной открытой, и V-образный. Ну, все что угодно. Единственное, подобрать по цвету. К этому кардигану все-таки фиолетовый здесь, наверное, не очень подходит. И третье большое плечевое изделие, которое я связала, его у меня нет. Я его уже отдала, подарила. Оверсайз джемпер, который называется цветочное настроение. Но как я в нем выгляжу, вы можете посмотреть вот здесь. Или не здесь. Или здесь. Где-то тут. Ну, и еще у меня есть работы, которые на спицах. Сейчас я их вам продемонстрирую. Кроме того, что я продемонстрировала, у меня еще есть одна готовая работа. Но она, правда, еще не до конца, как бы, имеет такой товарный вид, да, что ее можно носить, она не постирана. Здесь вывязана кокетка, которая предварительно была постирана. И вот так будет выглядеть весь джемпер. И все остальное, пока что ВТО не было, я вот сегодня постираю. И будет готовая работа. Рукав здесь получился три четверти. Или, может быть, чуть длиннее, или короче. Потому что это вся пряжа, что у меня была. У меня остался малюсенький кусочек, вот такой сантиметров 20. Это все, что осталось. Вывязала до конца. Интересный узор такой. В резинке. Сделаны накиды. И вот так классно выглядит джемпер. Ну, это уже будет готовая работа ноября. Ну, что все-таки уже ноябрь. И я ее только-только довязала, этот джемпер. На спицах еще у меня есть два изделия. Это такой терракотовый джемпер. Умеренно стопроцентный. Вязание сверху вниз. Прибавки в плечевом шве. Реглон погон еще называют этот способ вязания. Но я бы сказала, что это прибавки в плече. Вот так. Здесь плечевая вот эта линия 5 петель. И от нее я делала прибавки. Сейчас у меня этап вязания по кругу. Я связала проймы. И буду вязать теперь тело изделия. Думаю, что этот джемпер я в ноябре довяжу. Но, во всяком случае, хочу это сделать. Потому что самый сложный момент здесь уже вывязан. Все остальное, в общем-то, прямое, ровное и по кругу. Рукава буду вязать от проймы. Тоже по кругу. Так же, как и тело. Это первое на спицах. И второе на спицах у меня. Ой, карандашка. Это тоже джемпер. Черный, элегантный. И здесь, кстати, этап тот же, что и в терракотовом. Я перешла на вязание тела по кругу от проймы. Сейчас у меня именно этот момент. Я только-только разделила на рукава и тело. Здесь у меня нулевой регланчик. Ажурные, красивые рукава. Как я уже сказала, джемпер будет элегантным. Это полумеринос. Бобильная пряжа. И в первом том синим. И терракотовый. И этот черный. Это все бобинки. Но это полумеринос. Вот. Такая. Тут шкуртик. Ажурные дорожки. Вот так красиво это выглядит. И одна ажурная дорожка по передней части изделия. Горловина такая. Закрытая. Я не люблю открытая горловина. Поэтому тут она закрытая. Здесь тоже такая достаточно закрытая. Они какие-то такие похожие между собой. Но я думаю, что этот растянется сильнее. Она будет откроется. Тут нет. Тут полумеринос. Он так не тянется, как меринос. Это два на спицах. И планы. Планы у меня в виде образцов. Хочу вязать жаккард. И поэтому она вязала различные образцы. Здесь у меня будет и круглая кокетка. То есть типа лапопейсы. Я думаю, вот с листиками делают черно. Черный с такой вот секционно окрашенной пряжи. Черный. Черного нет под рукой. Но вот такая у меня секционка есть. Есть вот так в клубке. Есть на бобинке. Это испасм. Намотанная испасм. Итальянский полумеринос. В принципе, это считается носочной пряжей. Тут 80 меринос. 20 полиамид. Но я буду ее использовать в джемпере. Вот. То есть я хочу сделать вот такую кокетку листочками. Мне кажется, что будет прикольно. Черный основной. И вот этот будет компаньон. И второй. Второй джемпер. Это будет вот таким узором, скорее всего. Или вот такой орнамент я еще нашла. Тоже интересный. Но это будет полностью изделие связано с жаккардом. Вот этот узор, наверное, многие узнали. Это она вензель. Спот свитер. Многие вязали его. Он есть. Описание есть в продаже. Можно купить. А можно, в принципе, по картинке все увидеть, рассчитать, посмотреть. В общем-то, я так и сделала. Мне из этого всего свитера нужен только узор. Все остальное я рассчитаю сама. Поэтому вот так. Здесь у меня вот такой тоже полумеринос молочного цвета. Он у меня тоже есть из пасм. И вот такая коричневая пряжа. Но я сделала микс с махером. Причем эта пряжа так классно раскрылась. Вот здесь, если посмотреть. Очень сильно раскрылась. Вот если посмотреть здесь. Не знаю, насколько это будет видно. Сейчас я найду. Вот такой пушистый стал. И вот такая она. Это пряжа в бобинке. И вот такой после стирки стала. Ну и белая тоже раскрылась. Так. И вот такой у меня еще есть образец. Я пробовала эту секционную пряжу связать просто жгутиками. Ну, не очень. Не очень мне нравится. Не для какого-то серьезного джемпера. Такой набор цветов. Немножко детский. Для детского джемпера, да. Это бы подошло. Но не для взрослого. Поэтому я эту секционку буду использовать в жаккарде. В жаккарде она смотрится здорово. Здесь я еще пробовала с другим. Тоже вот такой жаккард. С меланжевым. Ну. Вот так. Значит, это такие у меня планы на этот месяц. И я думаю, что я начну в ноябре два жаккарда. Еще раз хочу продемонстрировать вот этот джемпер. Только что он был на столе. Но вот так я его хочу все-таки показать. Как он выглядит на мне. Почти на мне. Но рукав здесь будет вот три четверти. Где-то так. И он будет немножко длиннее, чем фиалка. Но я именно так хотела. Классный получился. Вчера только закончила. Первого ноября. Если видео было интересным для вас, полезным. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Жду вас на своем канале. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.